Здравствуйте! 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 Можно посмотреть, по какой причине вы снимаете видео в моем заведении? Кто вам дал на это право? Конечно! Давайте, показывайте! Ваши права, что вы меня имеете снимать здесь? Конечно! Я хозяин этого заведения! Конечно! Убери камеру, пожалуйста! Какое право ты имеешь снимать меня? Общественное место! А ты меня какое право имеешь снимать? Общественное место! Не кричите, пожалуйста, поспокойнее! Я задаю вопрос тебе! По какой причине ты меня снимаешь? По Конституции Российской Федерации! Ты мне можешь снимать? Да! Общественное место! Виза в милицию, пожалуйста! Да, вызовите! Можно с вами поговорить? Конечно! Поговорить всегда не нужно! Вас как зовут? Можно сюда? Нет, я не могу! Я просто журналист! Очень приятно! Ребята, можно по-другому сделать это? Правильно? Подайте и запросите! Проведут вас! Покажут вас! Мы же не ругались! Спросите у всех! Никто не ругается! Я хочу просто подойти ко мне или к директору! Попросить! Можно здесь снимать! Мы проведем вас! Объясним вам все! Сейчас объясню! Дело в том, что я журналист и нам нельзя не снимать! Потому что нас обвиняют! Подойдите, пожалуйста! И спросите! Можно ли снимать! Вам никто не запрещает! Вот у вас есть коллега охранник! Мы ему сказали! Когда у нас еще двое было! Мы пришли в магазин! Мы сказали! Позовите администрацию! Мы согласуем все! Мы ему так и сказали! У нас есть на видео! Хорошо! Приятно! Кто вы такие и почему снимаете? Меня зовут Павел! Смотрите! Я шел к вам в магазин первый раз! Посмотреть, что у вас за магазин! Очень приятно! Красивый! Все нормально! Но есть проблемы с качеством товара! Какой, например? Можете посмотреть? Смотрите! Самые такие явные, чтобы вы понимали! Потому что есть нормативные документы страшные! А одно! Кулич! Непонятно что! Ладно! Мы отклеили! Посмотрели! Упакован 28 апреля! То 2 мая годен! Да! Он уже неделю продается испорченный! Испорченный! Это другой вопрос! Что еще такое? Я понял! Как вас зовут? Простите! Юрий! Юрий! Дальше вот здесь по сампинам, по сампинам, организациям торговым запрещено делать вакуумы! Почему? Ну это сампины решили! Это не я! Мы нигде там никто не показывал его! Они же пришли к нам посмотреть! Я вам могу дать ссылку, если хотите! Да! Сейчас я прямо найду вам быстро! Вот! Кроме этого, есть еще технический регламент таможенного союза, где написано, как должна быть выглядеть вот эта вот маркировка! Она у вас не по правилам! Здесь нет условий хранения! Здесь нету даты производства! Ребята, я могу вам задать вопрос? Да! Во время кризиса, да? Что происходит в стране? Угу! Безработницы, да? Я понимаю! Да! Вы вместо того, что мы вложили сюда столько денег, пришли помочь нам, объяснить, как мы это сделали! Вы снимаете! Понимаете? После компанию нашу, да? Вы как-то подставляете! А под что? Под что вы подставляете? Можно было подойти к нам, да? Правильно сказать, что нельзя! Вот вы все стоите, снимаете, да? Мы все добрые! Я не говорю, что вы не добрые! Я вам такого не говорю, что вы не добрые! Но вот как он поступил, молодой человек, так нагло! Да? Так нельзя поступать! Можно было по-другому все это сделать! Может он просто не умеет по-другому! Мы ему сделаем замечание! Нет! Ребята, если он не умеет, то не берите его с собой! Я подошел к вам правильно, спросил, кто вы! Покажите, да? А он мне нагло снимает! Этого нельзя делать! Он оператор! Он должен мне задать вопрос! Могу ли я снимать вас или нет? Обычно я все объясняю! Просто до меня не дошла, я не хотел мешать! Просто и все! Я понимаю вас! Я еще раз! Никому ничего не запрещаю! Но когда вы снимаете человека, вы должны объясниться! Да? Вот я пришел сюда! Пожалуйста, снимайте! Я вам покажу! Нарушение я приму! Изменюсь перед вами, если что-то неправильно! Не проблема! Я и говорю про это! Смотрите! Я принимаю! Может быть вы некрасиво будете выглядеть! Но! Когда вы все изменить! И мы придем второй раз и увидим, что все красиво! Да! Это будет супер! А почему вы не снимаете красивые вещи, что есть? Мы в первый раз здесь! А почему красивые не снимаете? А если хотите, я прямо на камеру сказал, что мне нравится вот то, вот то, вот это! Мне нравится, как все обустроено! Мне нравится, что есть много разных зон! Я это все на камеру сказал! Согласен! Но можно прийти! А конкретные претензии? Я объясню! Тут одна компания все управляет! Да! Тут 8000 квадратных метров! Вот здесь 8000? Да! А здесь один этаж? Или? Один этаж 8000 квадратных метров! Итальянцы! А вы итальянец или? Я не россиян! Я иностранец! Я не против! Я бельгийца! Бельгийца! Понимаете? Я просто привык, когда приходят какие-то проблемы, показывают! Понимаете? Я понял! Вместо того, чтобы прийти, помочь, да? Вам понравилось много что! Есть минусы! Понимаете? Я понимаю! Помогать мы точно не будем! А я не хочу вашей помощи! Вы нам за это не платите! Мы не хотим, чтобы вы мне помогли, ребята! Помогли в таком понятии, что объяснили, где есть проблемы! Все! Но мы объясняем! Поэтому я думаю, для вас это будет прям колоссальный опыт! Все магазины, где я живу рядышком, они все мне говорят! Павел, здравствуйте! Приходите! Я не запрещаю наоборот! Приходите! Ребята! Приходите! Смотрите! Говорите! Не проблема! У вас как-то вопрос? Анна! Анна! Вы снимаете, да? Я просто не видел! Просто вот такой вопрос! Здесь тоже везде, которые товары я взял, они все нарушены маркировкой! Технический регламент можно собирать! У меня везде нет какой-то должной информации! Где-то нет производителя! Где-то нет адреса производителя! Где-то нет условий хранения! Где-то срока годности! Везде нарушены! 29-й федеральный закон! Вот на камеру вы видите! Да! Российская Федерация говорит о том, что если нет технического регламента, не соблюден здесь, то продукт считается некачественным и опасным! Слово «опасный» не я придумал, это в законе прописано! 29-й федеральный закон! Хорошо, ребята! Я понимаю! Сейчас объясню! Этот продукт… Я знаете, куда вам предлагу пойти? Другие места, где реально нарушают! Мы были в Азбуке в Круса дорогой магазин, мы были в Лобус-Гурме очень дорогой магазин! У нас недорогой магазин, у нас очень хороший За 5000 рублей? Что 5000 рублей? Где у вас? А в Лобус-Гурме 37 было! Да! А в Лобус-Гурме 37 было! По сравнению с ними, вы гораздо дешевле! Сыры у вас действительно недорогие в это зачеты, собственное производство! Но я его побоялся есть! Знаете почему? Потому что я не понимаю, свежен или нет! Мы можем вам показать, откуда это взять! На целую! Не могу! Если пошли, подошли бы! Нет! Я на камеру записал! Я говорю, вот рыба! Я взял рыбу! Дайте, пожалуйста, мне декларацию! Хочется посмотреть! И дайте, пожалуйста, мне аннотацию! Мне не дали! Да! Еще раз повторяю! Вы подошли бы! Понимаете? Администратору! Позвали бы администратора! Я понял! Понимаете? Вы приходите прямо, начинайте снимать и что-то говорить! Я понял! Вы должны были подойти и сказать, дайте мне администратора! С вами прошел бы человек! Объяснил бы все нормально и красиво вам! И извинился, если что-то неправильно! А где этот администратор? Я здесь уже разговариваю с вами! Я не администратор, но не имеет значения! Есть какой-то регламент! Вы ссылайте на какой-то регламент! Но и законодательство тоже, которое в нашу сторону! Правильно? Нет! Вы пришли ко мне в магазин! Вы хотите кому-то посмотреть чего-то! Я буду сопровождать вас! Ну, это же тоже можно было сделать! Правильно? Самообслуживание, если вести именно определенное самобслуживание, подразумевает, что без помощи продавцов я могу проходить и выбирать товар! Не проблема, ребята! Я говорю, объяснение! Вы идете навстречу, я понял! Идете навстречу, вы готовы рассказать! Я готов дойти вам объяснить! Сказать! Показать! Хоть откуда это, откуда то! Я могу все показать! Все, смотрите! Тогда давайте к финишу, чтобы уже просто не болтать зря людей не собирать, да? Смотрите! Я не собирать не буду! Да! Я просто думаю, что вы не знаете именно технический регламент! Поэтому думаю, может быть есть кто-то администратор, кто знает технический регламент! Сегодня, понимаете, 9 мая, да? У нас сегодня врача, главврача нету сегодня, отдыхает! А, главврач решает! Мы позвали бы главврача, который бы вы объяснили! Она дала бы вам свои комментарии, понимаете? Все, я понял! Смотрите тогда, что я предлагаю! Я приглашаю вас! Другой день! Скажите, пожалуйста! Напишите мой номер телефона! Позвоните! Придите! Возьмем главврача! Покажем вам! Объясним все! С удовольствием! Это слишком дорого для вас! Я не спрятанно не приеду! Смотрите, я другое! Я вложил больше денег для Российской Федерации! Я понимаю! Слава Богу! Спасибо большое! Пожалуйста! Смотрите! Я инвестор, понимаете? Я верю! И это денег, которые божут! Это иностранные деньги! Это рабочие места! Это деньги, что взятки не давали! Я бы давал взятки! Если бы открыто давал взятки? Да! А если бы давал взятки... Не открыто! Я пошутил для него! Я пошутил! Я не гражданин РФ! Откуда я? В моей стране взятки не дают! И вот это, что вы видите, это построено абсолютно без никакой взяток и на иностранные деньги. Вот мы хотели бы, чтобы так у нас было всегда. Понимаете, когда иностранные деньги влаживаются в стране и дается 500 человек рабочие места. Мы должны приветствовать это. Это супер. Понимаете, да? Большое вам спасибо за это. Нет, мне не надо спасибо говорить. Я тоже вложил деньги, потому что мы заработок получили. Конечно, вы надеетесь на прибыль. Но получилось так, что есть эмбарго, есть проблемы в стране, да? Надо подойти к другому, объяснить, понимаете? Я вас не запрещаю, чтобы вы пришли сюда на дорогу. Я вам на это коммерческое предложение могу сделать прямо сейчас. Если вы будете делать хамон, я специалист по хамонам. Это не хамон, да? Я могу, ну, вярино-говяри. Вы испанец? Вы испанец? Нет. Вот именно. Специалист хамона. И я бы вам предложил сделать собственное производство российское. Не испанское, это потому что... А где у нас? Можно сейчас? Лопата негра. Миратор уже сказал, что можно. Ребята, еще раз. А вы знаете, кто хозяин Миратор? Знаем. А у меня и с ними ролик тоже есть. Да, хорошо. Сейчас я задам другой вопрос, да? Где мы производим, да? Мы делаем наше производство. И что вы видите, очень много мы производим на месте. Ну да, я видел. Понимаете, сыры сегодня запрещено вести, правильно? А это, по-настоящему, что я говорю, законодательность можно внести официально. Да, у нас нету запрещенных, абсолютно ничего. Слава богу, смотрите. Я просто хотел как-то подытожить все. Этот продукт некачественный, как специалист вам говорю, как журналист вам говорю. Почему некачественный? Потому что нарушена маркировка. Это не значит, что сам продукт плохой? Значит. Нет. Абсолютно не согласен с вами. Вы можете привезти, давайте я вам сейчас объясню. Вы могли привезти с собой специалиста, который открыл бы это, попробовал бы и сказал бы на нарушение. Откройте, давайте. Открывайте. Не имеется. Постой, открывайте. Скажите мне нарушение. Вообще, по органалитическим свойствам нужна комиссия. Да, да. Попробуйте. Но комиссии у нас, вот я вижу, много. Да, попробуйте. Пахнет, как и берега. А тут у нас курдер. Да? Курдер. Ну? Я вам сразу скажу, нарушены условия хранения. Это не значит, что продукт плохой. Плохой. Я даже с вами не буду спорить, ребята. У вас ваше понятие, у меня свое понятие. Понимаете, да? Смотрите, у нас не цель просто плохо сделать. Я не говорю цель, ребята. Вы должны были спросить. Я могу вам взять эту упаковку, показать сейчас упаковку. Куда вам взять эту упаковку? Понимаете? Экспертос Амикулу. Си. Смотрите, тогда я... Есть, есть ютюб, у нас есть ролики, можете посмотреть. Ребята, еще раз спрашиваю. Понимаете, вы сколько лет в ресторанном бизнесе? Год. Год. Мне 62 года. И больше, чем 38 лет я занимаюсь этим бизнесом. За границей и здесь. Я понимаю. Понимаете? Я никогда не отдам продукт, который может... У я уже работаю 2 года. По качеству одну жалобу, кто пожаловался, что мы продаем некачественные продукты. Сейчас я напишу. Ну, вы можете писать, что хотите, ребята, мне это не мешает. Понимаете? Это просто вы делаете цирк, просто. Для меня это реально цирк. Чтобы потом вы и ставите лайки. Да, и лайки наберете. Делаем вам удачи, все хорошее. Вы все берете лайки. Администрацию подвете или нет? Нет, я буду администрацировать. У нас, смотрите, просто много продуктов. Да, давайте. Говорю, берите, пожалуйста, какие продукты. Тут я вам доказал, что она неплохая. Открывайте хлеб. Запрещено делать багу, да? Еще раз. Ребята, откройте, откройте. Уже показывали? Я не буду снимать. Уже показывали? Распаковать? Да, распакуйте, пожалуйста. Да, распакуйте. Распакуйте, может быть ошибка. Может быть такой, правильно? Как? Нет. Нет. Сейчас, смотрите, если у вас большой опыт, то я вам для опыта еще один скилл такой дам. Если ошибка, то его лучше списать, убрать. Ребята, может быть. Так я говорю, покажите ошибку, мы возьмем и примем меры, не проблема. Я вам рекомендую весь этот товар, весь, все полностью списать, все убрать. Да, да, хорошо. Хорошо, ребята, мы это поняли. Ну, пахнет непонятно. Что нужно? Хотите, ваши дети. Раскороченные праздники. Что, как он там? Смотрите, вопрос такой. А у вас есть аллергия, Влад? Нет, аллергия на плохих людей, на это хорошая аллергия. Есть, вспомню. У кого-нибудь аллергия есть? На миндаль. Бывает, как люди, кого-то на миндали, на орех. Вот он смотрит. А состава-то и нет. Как ему понять? Можно ему это есть? Хорошо, дальше. Понимаете? Да я понял вас. Дальше, но сам продукт, он хороший. Дальше. Ну, для вас нехороший. Так он до 2 мая. То же самое. До 2 мая, как это? Упакована дата есть. А второгодность у него есть? Он у нас есть. Где-то. А он должен быть здесь. Поэтому, когда я покупаю, я должен понимать, что он свежий. Я не могу понять. Хорошо, вы не можете понять. Хорошо. Открывайте, пробуйте его. Или домой заберете. Я не буду дома. Хорошо. А я могу, что у меня же прыгнуть и не выбросите. Давайте. Хорошо. Давайте подожжем у меня. Да, да. Здесь. Давай. Давайте. Пока скажите, да, плохой порталарий. Но судя по маркировке, смотрите, я уже сказал, что он плохой. Дальше покажите мне, пожалуйста, попробуй. 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 Попробуйте его. Увидно, что вы не специалист. Вы просто команда, которая в шоу делает. Давайте. Давайте. Попробуйте. Типа местный ревизор. Молчи, пожалуйста. Дальше. Смотрите. Вам больше не говорят. Это плохой. Давай. Знаете почему? Вы его лишили воздуха. Закрыли. Не нарушили естественное. А он сам приходит в вакууме. Ребята, о чем вы говорите вообще? Вы понимаете, о чем вы говорите? Этот продукт оригинально приходит из Италии прямо в вакууме. О чем вы говорите, ребята? Производитель? Да. Смотрите на камеру просто. Только сказали, что из Италии. Мы смотрим. Производитель АО Острикова 2, город Москва. Какое значение? Итальянский продукт. Какое значение? Производитель. Ну да. Итальянский производитель, который производит здесь на месте. И что плохого? Вы должны приветствовать. Нет. У меня есть вот это Итальянский. Я просто не понимаю, кто производитель. Так я говорю, написано производитель. Да, Россия. Россия. И по Итальянским рецептурам. И вакуум оно приходит. А, так это уже другое вопрос. Так, я вам говорю, есть Итальянское производство. Вы только что сказали, что вы приветствуете производство России. Вот приветствуйте, похлопайте, что Россия. Ребята производят такие продукты. Замечательно. Супер. Привет. Тогда положите дальше, поехали. Минус только кто. Поняли? Минус, что не стоит дата. Дальше поехали. Супер, понял. Дальше. Аллилуйя у вас. Давайте, хочу дальше посмотреть. То же самое. Да. Открывайте. Открываем. Да. Открывайте. Давайте, показывайте ваши скиллы. Да, даже вот это гонянино все пробовали. Понюхайте. Да, что с ним? Что, что с ним? Что, Вова? Ой, блин. Это же не ваш адрес. Не ругайтесь. Я не ваш адрес. Это не мой адрес. Какое начинание? В чем он походит? Арибон, секунду, прыгут. Я даже пробую. Не пробуйте. Специалист. Я даже пробую. Специалист. А почему? Можно посмотреть, в чем проблема там? В чем? Давайте, ваше шоу переходит все границы. Почему? Если вы специалисты должны поднять и сказать, в чем проблема в нем? Объясните мне, пожалуйста. Нет. Нет. Объясните. Попробуйте, объясните. Объясняю. Да не надо шоу делать здесь. Хорошо. Здесь, во-первых, должна быть консистенция. Она не та. Вот так. Все. Вот это для меня. Закрывайте, пожалуйста, и уходите. Давайте. Я понимаю, вы специалисты, как я, блин, этот, как я, ромский поп. Блин. Давайте, закрывайте, уходите. Если вы смотрите. Хорошо. Не хочу разговаривать с вами, специалисты, приводите и пробуйте. Пусть специалисты приедут. Воу, запах, блин. Вот, ими на видео. Видно цвет, который не обветрился? Да. Семен же цвет. А это тот цвет, который обветрился. То есть, там два, а там один. Там просвечит, там два. Вот этот, видите цвет? Ребята, еще раз. Уберите этот цвет и посмотрите. Да. Я про него и говорю, что вот такой цвет нормальный. Какой нормальный? Вот одно и то же, ребята, это все одно и то же цвет. Посмотрите, да. Вот цвет, я убрал его, стал одно и то же цвет. Смотрите. Вот он такой и должен быть. Он одно и то же есть. А не такой. Слушай, вы не понимаете. Вот, уберите, у вас тут катор. Слушай, вы понимаете, вот, ваш подход специалисты, блин, что одно и то же цвет, ребята. Нет. Что нет. Это первый раз вообще кучит. Да. Первый раз. Ну, а если вы не знаете, специалисты. Посмотрите ролики, у меня много роликов. Вот я понимаю, к сожалению, ваши ролики, все знаете, давайте дальше. Я плохой специалист. Не надо цирк, да, мне устраивает. Давайте дальше показывать. Пакеты, как и вакуумируемые, если... Нельзя вакуумировать. И как я кричу, это вакуумируемые. Это нельзя. У нас есть в стране, может быть, просто вы иностранцы не знаете, но у нас есть Санпин. Санпин придумал закон. Страна наша, государство, Санпин. И она прописывает, сколько можно, когда можно, и где, и как. Нельзя вакуумировать. Только производитель при соблюдении технологий может завакуумировать. Ребята, вы, вот вы, понимаете, есть машина вакуумовая, которая покупает, продается. Ну, она 2000 рублей стоит. Сколько? Ну, 2000 рублей. Давайте я вам покажу наше оборудование. Нет, она, может, большая. Тут 30. Да. Вот вы играете в цирк, блин, понимаете? Вы циркаши все с нас собрали здесь просто. Правильно циркаши собрали здесь. Вы очень много уже оскорбляете. Нет, вы оскорбляете меня и на производителя наших вы оскорбляете, которые деньги вложили и производят продукты. Вы оскорбляете людей. Вы думаете, что вы специалисты, блин. Вы думаете, что вы специалисты. Вы специалисты такие, я и сказал, как я, римский пол. Хорошо, нам больше интересно тогда сами разговаривать. Мне интересно, пожалуйста, продолжайте и делайте, что хотите. Мы сейчас делаем, мы все зафиксируем, напишем претензию. Пишите, куда хотите, ребята. Куда хотите, как хотите, делайте, что хотите. Желаю вам удачи, праздника вам. Все вам лучше, я желаю. Все, спасибо большое. Реагируете как-то, будете реагировать? Я что рассказывал сейчас? А никто рассказывал вам, да? Вы получили мою реакцию. Попробуйте. Я адекватная реакция, согласен. Я дарил чехов. Но оно реально зафиксирует. Да, да, да. Оставьте их, ребята, давайте уйдете. Пожалуйста, желаю вам удачи, все хорошо. Администратор, позовите нам претензию. Я здесь администратор. Бумажки дайте. Дайте книгу, дай им, пишите там. Нет, претензию, книгу это жалоба, а мне надо листочек, чтобы претензию написать. У вас нету листочка? Нет, я у вас... Мы богатые ребята. Мы не богатые. Видно, что вы богатые. Оставьте их хорошо. Оставьте вас туда же. Спасибо, до свидания. До свидания. Вся жизнь ради лайков. Весь хамон ради лайков. И говядина ради лайков. Из методов общения Юрия, я понял, что здесь можно кричать. Можно говорить клоуны, можно говорить громко. Ну, из методов общения Юрия. Ну, я хочу сказать, коллег, ты прям хорошо задержался, все рассказывал. Что-то администратор, конечно, униковал, то есть не знаю, с чем это связано. Может, он подозревал, что где-то у них есть кассетин. Мне кажется, я понимаю, почему он негодует. Допустим, я тоже всю жизнь торгаш, у меня много родственников торгашей. И все как бы вкладывают душу и хотят получить должное, возмездное какое-нибудь, как это называется? Отдачу. Нет, это слово все время не забываю. Результат, выхлоп. Моржу. Профит. Вот типа всего этого, только есть прям конкретное слово. Прибыль. Выручка. Каждый актер мечтает о... Оскаре. Ну, а другим словом? Бабли. Деньга. Мы на канале Тупой Комяк. Молодец. Давай. Что? Признание. Чтобы признали, да, твой талант, твое старание, чтобы оценили. И вот он хотел, а то... Он действительно постарался, он действительно, нарезал тонко, все. Ну, а тут, бац, пришел какой-то чему. Синяковки. Простей, как, бля. Эх, ма. И чморит все. И тут еще с ним кучки... Он удивился, что он трезвый, на самом деле. А? Вообще, на самом деле, он удивился, что ты трезвый, наверное. Мне, на самом деле, не очень понравилось, когда он сзади меня проходил, пнул стул, и потом начал что-то предъявлять. Когда кто-то его снимал. Хотя я его в этот момент не снимал. Я вообще спиной к нему снижал. Но он даже не видел твою ксиву. Снимал его. Он вам попросил показать документы, однако не стал их смотреть. Мне это показалось странно. Смотрите, они стараются все, но вот на вид просто скажите, что здесь сухое, а что нет. Видно, да. Видно, апельсин сухой, сыр посушил. Вот здесь вот прям по контру. Ну, денек или два полежал, наверное. А по маркировке он здесь позавчера. А, со вчера. Нарезку же, наверное, 12 часов максимум. Хранить можно, по идее. Да, есть, но есть еще такие, допустим, как хамон у него есть, бывает. Производитель прямо установил, что даже в нарезанном виде его можно больше времени. Пашу его упать. Как вы не смотрите, действительно, как он уповал на то, что попробуйте, попробуйте, открывайте. Он сам разрешил все открыть и все попробовать. И сказать свое экспертное заключение. Я, конечно, не такой эксперт, как он. Вот даже на камеру говорю. Мне кажется, если он действительно 30 лет занимается вот этим, то я, ну, обосланный мальчик. Действительно. Но я, как потребитель, цепляюсь к другому, а именно к оформлению. К оформлению, чтобы у меня не было проблем. Я действительно эту рыбу бы не купил для себя. Вот серьезно. Почему? Потому что я не понимаю, когда ее произвели. Я действительно бы для себя это не купил, потому что бы я подумал, ну, раз нету даты производства, вполне возможно, они скрывают какие-то махинации по поводу просрочки. Я реально бы так подумал. Поэтому, собственно, я думаю... Ну, а вот по поводу хуличей? Хуличей это прям... Так он изначально согласен как бы был, а потом что-то он опять пробуйте, говорится. Не понятно. Дело в том, что я не ходил по прилавкам, но не смотрел конкретно просрочек. Ну, вот как дата такая-то, а сегодня такая-то. Не смотрел. А там нет, я замечал, потому что не было даже до какого года. Да, ну вот... Я почему это? Потому что мне хотелось узнать, как они работают именно с сырами и с хамонами. Потому что якобы вот в сети, там, да, интернет, я не знаю, там, в социальных сетях все делают уклон, то, что у них свое производство. И мне реально было посмотреть, как они работают со своим производством. Ну, сыры у них висели, там какую-то комнату нам показывают. Там достаточно все прилично, на каждом сыре своя вот эта вот дата, маркировка. Именно. И достаточно все прилично, да? Да, прилично. Тут все, в принципе, прилично, только вот меня поразило, как бы вот этот напор его как-то... Вот именно, поэтому мы не стали все набирать. Мы взяли по одному экземплярчику, самые интересные моменты, все. Так он же тебе и сразу сказал, что надо показать. Так ты ему и пришел показать? Да. Он, видимо, просто не знает, как ты ведешь себя обычно. Он просто хочет, чтобы ему отнеслись, ой, молодец, все красиво, да, он велисимо. Но мы же не Путин. Мы бы так не можем. Все по-честному. Мы же что, зря приперлись, что ли? Поэтому вот, горядина. В принципе, может быть, она действительно по рецептуре немножко другое, которое я ел. Но я ел чисто. Охранник. Охранник. Вот, я и говорю. Вы бы, во-первых, перевернули телефон, а то у вас это самое, неправильная съемка будет, или у вас аудиозапись. А вторых, не могли бы, если вы частный охранник, предъявить нам свое слухом на удостоверение. Частный охранник. Да, сейчас я вам предъявлю. Да, он прям сейчас. Мы не отойдем, типа. Нет, прям сейчас. Вам всем предъявили. Ты, Гая, ты, мой, готовился, вы? А кому как? Кажа жила еще крепче, чем свинина. Я хочу, она труни разважена. Мало ли, что вы хотите. Это как-то удивительное. Вот, вот, вот. Смотри, посмотри. Нет, это личная карточка. Это личная карточка. Посмотри, посмотри. По первому требованию гражданин мы обязаны. То есть законодательство Российской Федерации для вас пустой звук. Перебор, да? Продолжение следует... Продолжение следует...